Второй год эпидемиологическая обстановка не позволяет провести масштабный парад победы. Однако это не помеха поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны. Так, под окнами Баранова Виктора Дмитриевича развернулось торжественное шествие и праздничный оркестр. Виктору Дмитриевичу 95 лет, а когда война разделила его с отчим домом, ему было всего 17. За годы сражений молодой Витя получил три травмы. Последняя чуть не стоила жизни. Осколок попал в височную часть. Сегодня боль утихла, а мирное небо говорит о том, что все потери не напрасны. Тяжело было, конечно, трудно. Война была тяжелая. Таких войн еще мир не знает. Столько людей полегло в этой войне. Молодых людей. Вот моих товарищей из села. Семь человек, мои ровесники, погибли. В железнодорожном районе Ульяновска осталось всего 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Возраст каждого из них близок к черте века. За два года мини-парады за окнами героев успели стать доброй традицией и данью уважения. Выходят и соседи, и дети. Дети прививаются к патриотизм. Соответственно, конечно же, и ветеранам это очень приятно. Они могут рассказать о том, какой путь они прошли. Поздравляли ветераны, юноармейцы, участники авиаполка и оркестр. Перед великим праздником они поздравят каждого, кто доблестно сражался за нашу родину. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.